здравствуйте всем друзья зрители нашего канала и подписчики сегодня мы представляем то что мы готовим мы следующие мы будем готовить курино кабачковые котлеты фарш из куриной грудки мы сами перекрутили здесь примерно грамм 650 вот я уже начала круто тереть тыкву ой кабачок все собрала на тёрке жидкости почти нет кабачок же хранился очень долго ну и мало жидкости спарилась жидкость да влага у него высох высыхает также вот у меня а насколько кабачка я взяла например сухой кабачок сухой лук сухое яйцо яйцо у меня чистое его помыла два зубчика чеснока взяла луковку кабачок фарш геркуле из геркулеса намолола муки на кофемолки и что я взяла соль взяла и перец я особо приправами не балуется особенно сейчас перец черный да молотый так я и дальше продолжу значит я уже пыталась выжимать там почти нет влаги все вот даже можно этого не делать а если есть влага то нужно ее отжать чтобы лишней влаги в котлетах этих не было еще я что заметила видите какой желтенький он такой сладенький этот кабачок просто прелесть котлетки у нас будут замечательные струя обычным способом фарш у меня уже в чашечке в миске я кладу к кабачок мне так удобно называется крутая что можно я измельчаю чеснок как вы уже заметили неоднократно наверно на видео видео что я его режу а я тем временем попиваю сок просто даже у меня на канале есть как я готовлю этот сок я его протираю через сито очень трудоемкий процесс его сама сделала но я и рассказываю я и я его изготовила на какой так может сейчас начнет я добавила яйцо яйцо добавляю соли по вкусу я думаю вот столько мне хватит добавляю перчиком по вкусу тут нужно постоянно по вкусу по вкусу теперь я это все постараюсь размешать перемешать в однородную массу я перемешала сейчас я сюда добавляю вот эту вот муку которую я сама сделала из геркулеса на кофемолке каждый может перемешать я добавила видели 3 полнейших ложки ну нужно смотреть сколько у вас будет фарша я же все на глазок так как бы примерно сказал в итоге я добавила 6 полных ложек и сейчас 6 полных ложек вот того что я намолола геркулеса можно из чего угодно можно гречку перемолоть и добавить сюда можете их муки добавить все что вам нравится можно сухариков да можете сухариков я хочу сейчас это поставить чтобы вот это вот гречка ой гречка я заговорила о гречке чтоб вот это вот мука которую я намолола она чтоб у меня маленько разбухла меня тут муж поразил ладно пока это у меня стоит минут пять-десять я поставлю сковородку нагреваю сковородку нагреваю налью туда масло и буду все это потом жарить детки я руки смазываю маслицем для чего подсолнечным ну чтоб не прилипали они так я сразу буду класть в раскаленную сковороду действительно раскаленный с одной стороны обжарила теперь обжариваем кругу красиво как красиво у меня разные все как Александр мне говорится как красиво ммм ммм пицца бурлет это масло там, да? это обычное значит у меня котлеты обжарились с двух сторон я буквально ложки 3 добавила кипятка и прикрыла крышечкой они же у меня толстенькие чтобы они протекли внутри поэтому я так и сделала вот они у меня там доходят вот таким образом так я котлеты обжарила вот я их сейчас сюда достаю я понимаю что бумажное полотенце не спасет чтобы ну поддержим здесь жир с них стек но все равно часть питается ммм когда уже есть будем у меня тут пюрешка готовится котлеты допекла муж уже не удержался уже попробовал сказал что фантастические котлеты вот такие вот подтверждаю фантастика держит форму все прекрасно очень вкусно сейчас я приготовила значит нам что ммм картошечку картошечку и по котлетке или по две муж даже с капусткой ел да с капусткой а еще я достала помидорки которые я начиняла чесночком вах 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 сейчас мы их тоже попробуем на канале есть такое видео вот внутри чесночок в общем очень-очень вкусно смотрите завидуйте это мы владельцы этих котлет в общем всем желаем приятного аппетита ну не забывайте ставить лайки подписывайтесь на наш канал мы вам всем-всем очень рады всем пока пока-пока не мог не заснять как я буду кушать эту ммм капуточкой без масла даже капуста муж сказал что капуста просто офигительная он ее даже без масла ест ну что делает моя супруга Лариса Иванова все офигительно вот тут смотрим интервью рекомендую серебренького Алексея серебрякового верни ну как тебе котлетки ну я уже кушала такие очень вкусные ммм и там а т кто это кто 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 Субтитры подогнал «Симон»